Это было время рекордного потребления водки. Пили все. Работяги, обнищавшая интеллигенция. Главный человек в стране. В начале 90-х бизнесмен Владимир Брынцалов производил треть всех лекарств в стране. А также водку Феррейн. И самым его гениальным изобретением стало средство от всех недугов. Спиртовая настойка боярышника, которая как лекарственный препарат не облагалась НДС, и на неё не нужны были акцизы. Очереди стали безумные. Такие бомжатского вида люди там за копейки. Ну якобы это была такая, не знаю, там, что называется, человеческое участие. Сначала пойло выпускалось в трёхлитровых банках. А когда власти это запретили, Брынцалов начал разливать настойку в маленькие буфырики. Стоили они всего 13 рублей. Алкаши заправлялись сразу десятком пузырьков. Перед крушением Советской империи Михаил Горбачёв попытался снять народ со стакана. С кислыми лицами люди сидели на безалкогольных свадьбах и поминках. Водка в магазинах исчезла. Спиртное отпускалось исключительно по талонам. В стране было нервно и грустно. Вот у нас на каждого человека семьи, в том числе и несовершеннолетних, тоже ужасно, конечно, давались по одному талону. Спиртное продавалось в строго определённые часы. У алкашей горели трубы, а их вынуждали ждать до 11, а то и до обеда. Граждане теряли лицо в борьбе за водку. Перед праздниками в магазинах дежурила милиция. Спиртное расхватывали за полчаса. А в милиционеров летели камни. Свергнувший Горбачёва Ельцин первым делом снял госмонополию на производство водки. И беленькую стали делать, продавать и завозить из-за границы все, кто хочет. Страшно оживилась Грузия, где криминальные авторитеты, опираясь на президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, наладили транзит дешёвого спирта из Турции в Россию. И владельцы российских водочных заводов были просто счастливы. Турецкий спирт стоил дёшево, а то, что он был сущей отравой, никого не волновало. А в 92-м появился спирт «Рояль». Предлагалось три сорта – с золотой пробкой, синий и красный. Пить можно было только с золотой, остальные два вида были техническими. Делали «Рояль» в Польше и Чехии. Легальных предприятий по выпуску этого спирта там было два. И ещё два десятка булыжили жидкость, от которой можно было ослепнуть. Стоил этот спирт очень дёшево, при этом имел крепость 96 градусов. Если разбавить его водой, то получалось 4-5 бутылок 40-градусного пойла, отдалённо похожего на водку. А женщины мешали «Рояль» с вареньем, получался вкусный компотик. В среднем на одного жителя России в 90-е приходилось 24 литра спиртосодержащих напитков в год. Это было почти в 8 раз больше, чем пили при Сталине. И в 4 раза больше, чем в эпоху застоя. В середине 90-х в России действовало 800 легальных производств по выпуску водки. И в 2 раза больше фабрик подпольных. Суррогатами было 70% всего алкоголя, стоящего в витринах ларьков и магазинов. Санкт-Петербург. Типичный заводик той эпохи. В бутылки разливали технический спирт, разведённый водой. А это Саранск. Бизнесмены цистернами воровали спирт с завода «Биохимик» и тоже делали водку. Водку делали даже в квартирах. Просто покупали спирт и пустые бутылки, дешёвые наклейки. На заводской этикетке, если взглянуть на неё на просвет, должны были быть 5 чёрных полос. И их легко имитировали с помощью обычной домашней щётки. Такой товар легко можно было распихать по киоскам, где брали любой алкоголь, документов не спрашивая. В декабре 93-го правительство увеличило государственный сбор, входящий в цену водки. И вся страна освоила слово «акциз», которого раньше не знала. Российский алкоголь стал стоить в полтора раза больше. Был увеличен акциз по России, в то же время, когда остались таможенные пошлины на импортные товары в том же размере. Наши производители водки были просто в ярости. Их продукт теперь стоил дороже немецкой и польской водки. И народ, конечно, выбрал дешёвое заграничное пойло. Причём производят её круглосуточно. Отменили в Германии рождественские праздники для работников этой отрасли. Пришло то, что вообще никогда мы не пили всякие китайские водки, водки из Японии. Это всё было псевдоводка. И какая-то яблочная, и какая-то кукурузная, и галя, и прочая дрянь. Но вскоре Черномырдин вернул акциз к былой отметке, убедив президента, что на фоне общих проблем, когда в стране месяцами не платят зарплату, нехорошо лишать россиян любимого напитка. Пошлину на импортный алкоголь задрали в три раза, и наши производители праздновали победу. Так получилось, что многие водочные короли, да, оказались в Думе, в Госдуме, и они принимали законы, которые были интересны их отрасли. Таким был знаменитый Владимир Брынцалов. Когда за производство фуфыриков и водки Феррейн взялась налоговая инспекция, он пересидел тревожное время в Думе, где его презрительно называли самогонщиком, а потом подался в президенты. Если я приду к власти, дай бог это, чтобы случилось, то есть народ даст бог, значит сразу Думу распущу. Шла война в Чечне. Людям месяцами не платили зарплаты и пенсии. Резко упала рождаемость. В провинции нищета была просто страшная, и Брынцалов понимал, что нужно простому человеку. Конечно, дешевая, а лучше бесплатная водка. Водка Феррейн попробовал? Обязательно. Уже несколько дней подряд. Брынцалов щедро угощал электорат своей продукцией и возил на встречи с избирателями группу «Коррозия металла» и эффектную супругу. Мы, железные, будем в хороших клубах, красивых танцевать с молодыми девушками. А мы будем спать с железными мужчинами! У которых железные щедры! Водка лилась рекой. Казалось, граждане обрели своего героя. Там было около тысячи ящиков водки Феррейн. И все ящики, они быстро лезли на лестнице с первого до последнего этажа. Тут творится что-то супер. Брынцалов навел просто полного угара. И народ, я не знаю, я в шоке на самом деле. Но, выпив немало халявной водки, народ Брынцалова, как говорится, кинул. На выборах за него проголосовали 0,16 избирателей. Брынцалов для страны запомнится тем, что напротив его фамилии будет тире кровь стоять. Потому что последствия его финансового выгоды – это сотни тысяч погубленных наших граждан, которые потребляли его алкогольную дешевое пойло. Какой только водки в 90-е не было. Беленькую выпускали с портретами популярных политиков. Придумали разливать по маленьким стаканчикам, чтобы потребитель мог быстро замахнуть 200 граммов, не покупая целую бутылку. Из Китая приходила водка в полиэтиленовых пакетах, к которым для удобства прикреплялась трубочка. Самой популярной в 90-е была немецкая водка «Распутин». Наши граждане стали жертвами активной рекламы, которую все обсуждали. Мой волшебный портрет. Сначала я только смотрю на вас, вот так. Но если вы переворачиваете его, я вам подмигиваю. Когда спрашиваешь людей, ну какая была эта водка? Все говорят, ну водка как водка. Но мы все смотрели на этот портрет. Так интересно было. Но секрет немецкой голографической наклейки наши умельцы освоили быстро. И Россию просто залили поддельной водкой «Распутин». Было 40 вариантов суррогата. Наши левши, наши кулибины, я думаю, у них он подмигивал даже со слезой на глазу. Водка «Распутин» такая популярная, что кое-кто стал использовать мое имя и копировать этикетку. В этой ситуации немцы, чтобы не потерять лицо, вообще отказались поставлять лицензионную водку в Россию. Но потребителям, видимо, было уже все равно, чей раз Путин подмигивал им с этикетки. В 97-м году президент России наконец решил навести порядок на алкогольном рынке. Ему доложили о невообразимых доходах подпольщиков и легальных производителей водки, которые в казну ничего не платят. Государственная монополия на водку. Все эти отравленные, все эти, понимаешь, замешанные, черт не знает о чем эти водки, которые продают. Гоните всех! Штрафуйте! Наконец-то навели порядок на российско-грузинской границе и закрыли дороги турецкого спирта в Россию. Начались масштабные зачистки подпольных заводов. Выходим быстро, б***ь! Бегом! На пол! Моги шире! Оптовые рынки стали прочесывать при поддержке ОМОНа. Желающие заработать на левой водке часто покрывали телами целую площадь. Но мафия сопротивлялась. Идти против мафии водочной достаточно бессмысленное занятие было, как плевать против этого. 18 октября 2002 года в Москве на Новом Арбате был убит глава Магаданской области Валентин Цветков. Очень смелый человек был Цветков. Я думаю, как любой нормальный мысль, я предполагаю, что могут. Но не мог подумать, что я убью так его, ну что ли, нагло в центре Москвы, выстрелил в затылок. Панихида была в храме Христа Спасителя. Проститься с Цветковым приехали самые богатые и влиятельные люди России. У гроба Цветкова гадали, за что он получил смертельную пулю киллера. По одной из версий, его убили за распределение квот на вылов рыбы. По другой – из-за передела рынка золотодобычи. А третьи считали, что в могилу губернатора отправили владельцы водочного бизнеса. Потому что там очень много было обиженных, могли просто везти даже с месси, как грохнут, все было бы. На Чукотке действовал сухой закон. Оленеводам продавали водку только дважды в месяц. В эти пьяные субботы трезвыми оставались лишь грудные младенцы. Но в Магадане ограничений не было. Водку сюда везли со всех регионов России и даже из Китая. Почти вся она была паленой и контрафактной. И он максимально пытался урезать их права. То есть просто совершенно искоренить это. И делать это все очень резко, не боясь. Цветков создал корпорацию Винпром. Заработал на полную мощь магаданский ликероводочный завод. Открылись специализированные магазины. В крае продавалась теперь своя непривозная водка. И поджав под себя водку, он в бюджет положил несколько миллиардов рублей. Но это ему не простили те, кто долгие годы набивал карманы деньгами от продажи паленой водки. Я, например, не знаю ни одного случая, когда это бы заканчивалось в пользу новых руководителей. Как правило, или в другие руки переходило все, или кончалась гибель у кого-то. В середине 90-х появилась водка, которая на фоне всей отравы казалась просто шедевром. На этикетке был предприниматель Владимир Довгань. У него в эти годы, у его друга отравился насмерть водкой, ну, к сыну или кто-то там, в общем. И они собрались и говорят, надо сделать хорошую водку. Уроженец таежного поселка с необычным названием Ерофей Павлович заработал первые большие деньги еще в середине 80-х на организации подпольной секции карате. А в 90-е стал крупнейшим производителем продуктов питания. И, конечно, не мог пройти мимо водки. Лет пять, конечно, господин Довгань зарабатывал сверхприбыли. Водка Довгань имела защиту от подделок, что в то время было очень актуально. Бизнесмен платил огромные деньги за рекламу, которая втирала, что напиток этот экологически чистый. Где Довгань, там праздник. Ее было не страшно пить и не страшно покупать, в отличие от многих других алкогольных напитков. Но империя Довганя развалилась сразу после кризиса 98-го года. Довгань потерял огромные деньги. Его продукты с рынка исчезли. В том числе и водка. И он стал называть производство беленькой главной ошибкой жизни. Когда я узнал правду алкоголя, я прекратил выпускать алкоголь. И я выкинул алкоголь из моего дома. Нужно честно себе сказать, что алкоголь – это не просто яд. Это дьявол, который забирает жизни наших детей, близких, родных. Сейчас Владимир Довгань – бизнес-тренер. Разорившийся миллионер учит, как зарабатывать большие деньги. У него совершенно другая жизнь. И он даже сменил фамилию. Пока вы не выкинете алкоголь из дома, не вылейте его в унитаз. И не перестанете покупать. Ничего не изменится. Ничего. Ваш рот вымрет. Сейчас он активно борется за трезвый образ жизни, за отрезвление страны. Субтитры создавал DimaTorzok